На территории города Чебоксары на данный момент идет строительство более 20 объектов. Социальная инфраструктура, детские сады, школа, спортивные комплексы. Это транспортные развязки, это жилье для сноса и переселения. Так в микрорайоне Гладково идет строительство средней общеобразовательной школы на 1100 ученических мест. Здание школы состоит из четырех блоков переменной этажности, соединенных между собой посредством теплых переходов. Глава администрации города Чебоксары Алексей Ладоков и министр образования и молодежной политики Чувашской республики Юрий Исаев в рамках выездного совещания посетили строительную площадку школы. Министр образования Юрий Исаев отметил, что в Чебоксарах есть общеобразовательные учреждения, такие как лице номер 4 и гимназия номер 5, чей опыт в строительстве можно и нужно перенимать. В тонкостях разбирается строительство, поэтому я думаю, что их опыт и консультации вам помогут в этом деле. На данном этапе идет строительство второго этажа, ведется прокладка сетей наружного водопровода и электросетей, кирпичная кладка стен и перегородок, полностью завершен фундамент, подняты первые и вторые этажи. Строя продолжается достаточно активными темпами. На сегодняшний день практически на 80% завершен каркас будущего здания школы. Ведутся кладочные работы и данные виды работы мы планируем завершить к середине октября. И уже в ноябре месяце полностью закрыть контур и выполнить кровельные работы, чтобы в ноябре месяце могли начать фактически отделочные работы, завершить все сырые процессы, начать уже чистовую отделку внутри здания школы. Также до ноября месяца нам необходимо провести работы по прокладке всех инженерных сетей, наружных инженерных сетей, ну а также начать работу по благоустройству. Иначе мы уйдем уже в зимний период и практически не успеем выполнить данные работы. В настоящее время ежедневно на участке заняты работой 260 строителей. Работы ведутся в две смены, до 10 часов вечера без выходных. Глава администрации отметил, что необходимо увеличить количество работников. Также участники совещания обсудили вопрос о покупке дополнительного оборудования для учебных классов. Алексей Ладыков дал задание в срок до 1 октября предоставить подробную заявку в управление образования администрации города. По итогам осмотра глава администрации поручил подрядчику в срок до 1 ноября закончить все уличные работы и подготовить помещение школы к внутренним отделочным работам. Резервы есть. Работа лучшим образом не организована. Есть перебой с материалами. Мы это заметили. С подрядчиками сейчас обсудили. Сделал им замечание. Попросил ускориться. Все строительные работы должны быть завершены до июля 2017 года. Следующим объектом проверки стал строящийся микрорайон Соленоя. Здесь возводятся дома в рамках республиканской программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Чебоксары, на 2013-2017 годы. На данном объекте работают три строительные компании. Финансирование осуществляется за счет бюджетных источников всех уровней. В настоящее время на двух объектах поднимают стены, завершается кирпичная кладка пятых-шестых этажей. Алексей Ладыков обратил внимание генподрядчиков на сроки завершения строительства. По его словам, три многоквартирных дома необходимо ввести в эксплуатацию до конца этого года. Также глава администрации Алексей Ладыков отметил, что работы организованы, но ведутся не в полную силу. Он обратил внимание генподрядчиков на то, что этот район нежилой, поэтому есть возможность работать круглосуточно, то есть в три смены. Существует множество определенных проблем и слабый темп строительства. Подрядчикам необходимо мобилизироваться, увеличить количество рабочих и техники, ускорить строительный процесс и выполнить взятые на себя обязательства. Поэтому мы работаем с подрядчиками, работаем с поставщиками материалов для того, чтобы сдать в этом году. И здесь важно уметь правильно организовать работу, организовать работу в двух-трехсменную, в две-три смены. Ну и своевременно заказывать материалы. Ведь некоторые материалы выполняются, изготавливаются неделями, даже месяцами. Поэтому своевременно застройщик должен сделать заявку, своевременно оплатить, для того, чтобы поставка была вовремя. Алексей Ладыков пообещал, что будет контролировать процесс работы и через месяц вновь приедет с проверкой, поскольку работы должны завершиться до декабря текущего года. Анастасия Соколикова, Алексей Федосов, Жизнь столицы.